Добрый вечер! В эфире 12 канала итоговый выпуск новостей в студии Натальи Рогалевой. Сначала коротко о главных темах этого понедельника. Условия походные, но комфортные. Омские мобилизованные опровергли фейк о якобы плохих условиях проживания в палаточном городке в Черемушково. Давление в норме. На севере Омской области голубое топливо вернули потребителям. Ждать ли повторения холодной зимы 2020-го? Прочные, как кирпич, дышащие, как дерево. Особая форма с пазами позволяет собирать блоки по принципу конструктора. В Омске наладили производство уникальных стройматериалов, как новейшие технологии позволяют решать и экологические проблемы. Ужасы нашего городка нефтяников. Вон, видите, льётся вода, вот снимите. Это уже не первый раз такая ситуация. Из-за чего омская пятиэтажка превратилась в Сайлент-Хилл? И почему жители вынуждены жить в разрушающемся доме? И билет в детство зимний Любинский оформят в советском стиле. Мы хотим вот такую сказку повторить в центре. Как прогулки по улице Музейна станут ностальгическим путешествием в прошлое? Омские мобилизованные опровергли фейку якобы плохих условиях проживания в палаточном городке в Черёмушках. Накануне в социальных сетях распространили видео заброшенной, неотапливаемой палатки. При этом автор ролика за кадром утверждает, что на улице минус 25 жалуются на мусор, сломанные печки и кровати, неприятный запах и холод. Как выяснилось, видео действительно снято в Омске, однако сами палатки на момент съёмки оказались нежилые. Сегодня мобилизованные сняли ещё одно видео, на котором рассказали и показали настоящие условия проживания честно и без утайки. Вчера приехали из казармы, заселили нас в палатки. Палатки так неплохие. Всё вроде утеплено. Уголёк у нас есть чуть-чуть. Ну вот здесь как бы мы проживаем. В палатке тепло, есть печки, сушатся дрова и обувь, кровати заправлены. Видно, что у каждого есть постельное бельё и полотенце. Здесь же можно вскипятить чай и зарядить телефон. Что касается первого видео, это палатки нежилые. Перед заселением мобилизованных каждую убирают, протапливают, устанавливают походные печки, приводят в жилой вид и только после этого переводят в неё ребят. Условия походные, но, как утверждают на видео, сами мобилизованные. Все они, парни, деревенские. Нарубить дров, протопить печь для них дело привычное. Вполне нормальный быт. Региональные выплаты получат не только омские мобилизованные, но и все участники спецоперации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Бурков. 100 тысяч рублей перечислят и мечам, которые заключили контракт о прохождении военной службы ещё до частичной мобилизации, добровольцы и те, кто ушёл на передовую из подразделений Росгвардии и ОМВД. На эти цели уже определены средства в региональном бюджете. Выплаты начнут поступать в декабре. Кроме того, на семьи контрактников и добровольцев будут также распространяться все льготы. И мне нужно будет платить за детский сад, горячее питание с 1 по 11 класс и посещение спортивных секций. Об этом же сегодня шла речь и на совещании с главами районов. Губернатор поставил задачу руководителям муниципалитетов контролировать работу районных штабов по поддержке семей мобилизованных. Как заявил Александр Бурков, нужно связаться с каждой семьёй, чтобы понять, чем и как им можно помочь. Начиная от участия в программе доготификации, принято решение о выделении семьям мобилизованных по 130 тысяч рублей на подключение к голубому топливу и заканчивая школьным питанием. И всё, что касается по мобилизованным граждан, по детским садам, по школам, по горячим питаниям, включая 11 класс, 5 по 11, всё мы должны обеспечить. Не дай бог у нас с вами где-то будут сбои. Ребята сегодня защищают родину, поэтому здесь надо обеспечить всем, чем мы можем. На севере области больше нет перебоев с газом. Напомню, в СМИ появилась информация, что Тевризнефтегаз временно ограничил подачу голубого топлива в Тарском, Знаменском и Тевризском районах. В газопроводе до критических показателей упало давление, в связи с чем возник риск аварии. В итоге поставщик был вынужден приостановить подачу газа, но только для юридических лиц и предпринимателей. Непосредственно жителей северных районов это решение не коснулось. Сейчас давление в трубе пришло в норму и подачу газа возобновили. В соответствии с регламентом, промышленные потребители газа обязаны иметь резервное топливное хозяйство с необходимым запасом топлива на случай возникновения данных обстоятельств. Резервное топливо у юридических лиц в наличии, поэтому вопросов не возникает. На сегодняшний день ситуация является стабильной с газоснабжением физических лиц, поэтому в ближайшее время подобных мер предпринимать не планируется. Глава следкома России взял на личный контроль дело об омском ДТП, в котором погиб подросток. Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству подготовить отчет о ходе расследования всех обстоятельств смертельной аварии. Она произошла накануне в 7 вечера на Калачинской трассе. Неизвестный наехал на 17-летнего юношу, а после скрылся с места происшествия, даже не вызвав скорую помощь. От полученных травм юноша погиб на месте. Через два часа после ДТП инспекторам удалось задержать виновника. Алкотест показал, что мужчина пьян, но он заверил правоохранителе, что горячительный употребил уже после аварии. Проверка продолжается. Водителю грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения. Омские производители стройматериалов тестируют новое производство. Сейчас промышленники готовы полностью обеспечивать потребности подрядчиков в кирпиче и газобетонных блоках и планируют наращивать мощности. Например, комбинат пористых материалов в следующем году намерен освоить производство отделочных материалов. Подробности у Светланы Мельниченко. В многотонных производственных емкостях смешивают ингредиенты исключительно российского производства. Цемент из эскетима и известия алюминиевая пудра с Урала. А главный компонент здесь зола Сомской ТЭЦ-4. Вместо захоронения ее пускают во вторичное производство. Так на предприятии соединили тренд на заботу об экологии и потребность в создании современной продукции – газобетонных блоков. Многим потребителям зола в составе внушают недоверие, но производители развенчивают этот миф. По сравнению с классическими материалами, например, бетонные стены, панели, будем говорить, ну вы же сами, как потребители, могли видеть, например, те же самые запреснили лелость, либо еще что-то под такое подобное, от чего будем говорить, освобожден будем говорить наш материал. Об экологичности материала свидетельствуют сертификаты. Есть соответствующие документы и на сырье, но на заводе его качество дополнительно проверяют в специальных лабораториях, прежде чем пустить в производство. В процессе газации кальция с алюминием подготовленная смесь увеличивается на треть. Ее структура становится пористой. Получаются вот такие газобетонные блоки. По своим характеристикам они прочные, как кирпич и дышащие, как дерево. А особая форма с пазами позволяет собирать блоки по принципу конструктора и избавляет от необходимости штукатурить стены. Данное производство уникальное для омска предприятия, которое закрывает большую часть потребностей в газобетонных блоках на территории области. Закупают продукцию и в другие регионы. Ханты-Мансиск, Салихард, Тюмень. В Челябинске из омских материалов возвели более 1 миллиона квадратных метров жилья. Продукцию используют для индивидуального многоэтажного строительства и социальных объектов. Побывавший на предприятии глава областного минстроя Михаил Губин отметил, с увеличением объемов возведения жилья в регионе увеличивается и набор требований к объектам. И это не только новые архитектурные решения и варианты благоустройства, но и современные материалы, поэтому омским производителям придется соответствовать. Я очень удивлен, что в Омске именно есть такого высокого качества производство строиматериалов. Соответствующим образом, перегорив с собственниками, мы понимаем о том, что они собираются дальше развиваться, и это меня радует, что в Омске строительная отрасль и стройиндустрия дальше развиваются. Сейчас на предприятии разрабатывают новый продукт – облицовочный блок, который может стать аналогом отделочного кирпича. А для производства стандартных газобетонных блоков в следующем году планируют открыть вторую очередь. Если сегодня проектная мощность этого предприятия составляет 120 тысяч кубов газобетона в год, по этому году мы выходим на 110 с учетом рынка, продаж и всего остального, то вот на следующий год мы планируем прирасти ровно в два раза. На предприятии уверены, на больший объем продукции найдутся покупатели. Например, сейчас ведут переговоры с крупным застройщиком из Тюмени. Обсуждаются перспективы не только приобретения стройматериалов, но и инвестирования в развитие омского производства. Федеральные журналисты назвали Омский НПЗ одним из самых высокотехнологичных и экологичных предприятий страны. Представители СМИ специально прилетели в наш город, чтобы лично посмотреть установки, которые были построены в рамках программы модернизации. Она стартовала на ОНПЗ еще в 2008 году. С тех пор влияние на окружающую среду снизилось на 40%, а вот мощности наоборот увеличились в разы. О главных проектах модернизации Омского НПЗ в нашем следующем материале. Этот комплекс без преувеличения гордость Омского НПЗ – флагманский проект второго этапа модернизации предприятия. Впечатляет не только его внешний вид, высота некоторых конструкций превышает 100 метров, но и мощность – 2 миллиона тонн сырья в год. Из тяжелых фракций нефти на выходе специалисты будут получать светлые нефтепродукты. Глубина переработки достигнет практически 100%, что соответствует лучшим мировым показателям. Проще говоря, топлива и автомобильного, и авиационного станет больше, качество будет выше, а воздух чище. С вводом новых объектов выводятся старые установки, соответственно, источники выбросов прекращают свою работу. Плюс все те приемы, методы и оборудование, которые применены на новых комплексах, она имеет совершенно другой же экологический класс. Инвестиции «Газпромнефти» в комплекс глубокой переработки превысили 160 миллиардов рублей. Ну а в целом в экологические проекты компания вложила уже полтриллиона. Не обошлись стороной федеральные журналисты и биосферу. Ну, во-первых, гигантские резервуары очень эффектно получаются в кадре, но это не самое главное. Новый комплекс очистных сооружений очень важен с точки зрения экологии, ведь все системы герметичны и влияние на окружающую среду исключено. А еще биосфера поможет сберечь природные ресурсы. Степень очистки технологической воды, как и глубокая переработка, вырастет почти до 100%. Это позволит предприятию перейти на замкнутый цикл водопотребления. 70% очищенной воды вернется в производство. Таким образом, каждый год Иртыш сможет сохранять до 6 миллионов кубометров своих ресурсов. Здесь идет работа на эффективность, причем эффективность с учетом и экологичности. То есть очень многое делается в стремлении к рециркуляции. Ну, чтобы был выход – ноль. Ноль выбросов, ноль вреда. За производственными процессами тотальный контроль осуществляется он отсюда из объединенной операторной или, как любят говорить журналисты, сердца Омского НПЗ. На экранах данные и о предприятии, и о состоянии атмосферного воздуха. Ну, а это завод смазочных материалов. Находится он рядом с НПЗ. Все процессы под одной крышей – от разработки и испытания рецептур в лаборатории до фасовки и паспортизации продукции. Производится фасовка масел. Литровые, 4-литровые, 5-литровые канистры, 50-литровые канистры, бочки 200-литровые. Чтобы масла не смешивались во время фасовки, на заводе используют самые современные способы очистки труб. Высокие технологии и на складе. Помещение словно один большой цифровой комплекс. Система контролирует рабочую температуру, следит за погрузчиками. Оценили федеральные журналисты и создаваемое катализаторное производство «Газпромнефти». Здесь у нас представлен как раз то, что был вопрос, катализатор каталитического крекинга. Вот он, это микросфера. Производство такого уровня первое и единственное в стране. Без этих реагентов просто невозможно сделать бензин качественным и экологичным. С помощью крохотных гранул из нефтяного сырья выделяют полезные компоненты. А затем опытные специалисты превращают все это в топливо. Завод планирует выпускать более 20 тысяч тонн продукции, что полностью закроет потребности российских НПЗ. Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, 12 канал. У Амичей осталось 11 дней, чтобы заплатить налоги. Срок истекает 1 декабря. От жителей Омской области уже поступило 1,3 миллиарда рублей. Около 800 миллионов рублей транспортного налога, 220 земельного и свыше 200 миллионов рублей налога на имущество физических лиц. Это больше половины от начисленного. Кому полагается отсрочка? Что грозит тем, кто не платит в срок? И куда можно обратиться, если вдруг возникнут вопросы? Узнавал Денис Жарков. 1 декабря – последний день, когда граждане смогут своевременно уплатить все свои имущественные налоги. Исключение сделали только для мобилизованных. Им сроки продлили. Рассылка налоговых уведомлений завершена в полном объеме. Если гражданин до настоящего времени не получил налоговые уведомления и при этом не имеет налоговых льгот, то он может обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ, или направить соответствующее заявление через личный кабинет налогоплательщика или сервис, обратиться в ФНС России. Не выходя из дома, уплатить налоги можно с помощью личного кабинета налогоплательщика, сервиса уплата налогов и пошлин или единого налогового платежа, своего рода аналога электронного кошелька. Также оплату можно произвести по QR или штрих-коду, указанным в уведомлении, через платежный терминал и банк или почту. Если налогоплательщик не заплатит налоги в установленный законодательством срок, то уже со 2 декабря начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требования об уплате налога. После направления требования об образовавшейся задолженности к налогоплательщику будут применены меры принудительного взыскания, установленные налоговым законодательством. Платить налоги вовремя – правило, которое должен усвоить каждый. По вопросам, связанным с начислением и уплатой, можно получить консультацию в Едином контакт-центре ФНС России. Звонок бесплатный. Или же обратиться в налоговую инспекцию. Устроил бег с препятствиями. Полиция опубликовала видео о безумной погоне, которая развернулась в центральном округе. Патрульный автомобиль заметил на улице Завертяева подозрительную шестерку. По требованию полицейских водитель остановил легковушку, но общаться со стражами закона не стал. Внезапно выскочил из машины и бросился на утек. А пытаясь сбросить инспекторов с хвоста, с легкостью олимпийского чемпиона перемахнул через забор. Но в итоге был пойман. Возвращение у вас будет составлено отместительного материала по части 1 статьи 19.3 Кодекса обозначенных правонарушений и невыполнений законного требования сотрудника полиции. Вам все ясно, все понятно? Невыполнение? Да, все верно. И почему невыполнение? Ну, потому что вы убегали и тем самым вас препятствовали. Так, я на улицу вышел. Я стоял на улице. Как выяснилось, от полицейских молодой человек убегал, поскольку без прав ездил на незарегистрированной машине. Теперь к этим административным делам добавится еще одно. За неповиновение стражам порядка его ждет штраф 2000 рублей. И вот какие материалы вы увидите во второй части программы. Ужасы нашего городка нефтяников. Да, вон, видите, льется вода, вот снимите, то есть. Это уже не первый раз в такой ситуации. Из-за чего омская пятиэтажка превратилась в Сайлент-Хилл. И почему жители вынуждены жить в разрушающемся доме. И билет в детство зимний Любинский оформят в советском стиле. Мы хотим вот такую сказку повторить в центре. Как прогулки по улице Музейна станут ностальгическим путешествием в прошлое. Трое мечей стали обладателями недельного запаса кофе и десертов. Это первые победители конкурса от сети АЗС Топлайн и 12-го канала. Итоги организаторы подвели в минувшую пятницу. Впрочем, участники еще успевают заправиться подарками. Сегодня стартовал второй этап розыгрыша. Подробнее в сюжете. На АЗС Топлайн Андрей частый гость. Обычно заправляет машину, иногда балует себя стаканчиком кофе, за который платить ему теперь не придется как минимум неделю. Сертификат на покупку напитков и закусок молодой человек получил, победив в розыгрыше от сети АЗС Топлайн и 12-го канала. Пользуюсь на регулярной основе заправками Топлайн. Беру кофе, бензин заправляю, берем какие-то товары. Пользуюсь регулярным приложением, решил попытать удачу ВКонтакте. Это сработало. Вместе с Андреем определили еще двоих победителей. Все они, а также новые участники конкурса, вновь могут испытать фортуну. Розыгрыш продолжается. Победителей ждут фирменный мерч и топливные карты. Стать их обладателями просто. Главное скачать мобильное приложение Топлайн и зарегистрироваться в нем, а потом зайти в группу 12-го канала ВКонтакте, поставить лайк под постом проекта и поделиться им на своей странице. Важно в комментариях к публикации прикрепить скриншот экрана с открытым приложением, таким образом заявив о своем участии. Конкурс продлится по 2 декабря включительно. Он проходит в три этапа, в конце каждого по пятницам. В 18 часов организаторы называют троих обладателей призов. Подробно об условиях конкурса можно узнать в специальном ролике, также на странице 12-го канала. Со вкусом и по приемлемым ценам в городе состоялся масштабный праздник. Торжественно открылся четвертый магазин сети Досмарку. Одиться по последнему писку моды, пообщаться с ведущими стилистами региона и даже попытать удачу на колесе фортуны. В выходные успели все желающие. Какие сюрпризы подготовил для амичей Досмарку, расскажем в нашем материале. Под ритмичную музыку первый этаж торгово-развлекательного комплекса «Парк» превращается в подиум. Женские, мужские, будничные и вечерние новинки с сезонных коллекций зрителям демонстрируют профессиональные модели, наглядно доказывая, в Досмарка найдется вещь на любой возраст и вкус. Этот у нас выход не последний, он только первый, друзья. В выходные в Омске состоялось торжественное открытие четвертого магазина сети Досмарка. Программу в честь праздника организовали насыщенную. Желанные вещи можно было приобрести с выгодой. Скидка 20% на весь ассортимент. Не потеряться в головокружительном разнообразии коллекции и подобрать стильный, практичный образ с учетом современных тенденций, гостям помогали ведущие омские стилисты. А в музыкальных паузах все желающие крутили колесо фортуны, участвовали в беспроигрышной лотерее и унесли с собой модные аксессуары. Перчатки, палантины, шапки, а еще футболки и носки. В кульминации шоу стал розыгрыш сертификатов на шопинг номиналом 5, 10 и 20 тысяч рублей. Из сотен клиентов Досмарка удача улыбнулась трём. Победители сорвали поистине завидный куш. Я стояла и думала, хоть бы назвали мою фамилию, хоть бы, хоть бы. И мне говорят, фамилию мою. Я такая, да, 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 я вызвала. Думаю, шопинг будет хороший. Сертификаты будут действительны в течение года. Всех желающих одеться практично и со вкусом ждут в магазине Досмарка по улице Масленникова, 134, 3 этаж, а также в торговом комплексе Терминал по проспекту Мира, 9Б, АТ-маркете по улице Дианова, 14 и АТ-маркете на 6-й станционной, 2-3. Жители аварийного дома по улице 50 лет профсоюзов живут словно в Сайленд-Хилле. От сырости в подъезде висит туман. Кирпичная кладка рассыпается, на стенах развелась плесень. Горячая вода в одном из подъездов появится только весной. Подключить её можно, но опасно. Пробоины в коммуникациях приходится латать регулярно, но потраченные на ремонт деньги попросту вытекают в ржавые трубы. Сможет ли дом протянуть до 2024-го, и на чью помощь сейчас могут рассчитывать жильцы, узнавал Никита Гайдаш. Вон, видите, льётся вода, вот снимите. Это уже не первый раз такая ситуация. Стекающая по стенам вода, рассыпающаяся буквально на глазах кирпичи и густой пар. В Сайленд Хилл эта пятиэтажка в нефтяниках превратилась после очередной аварии. В подвале прорвало трубы, и пар заполонил подъезд. Жути добавляют и разбитые окна. Выбить стекло пришлось, говорят местные, потому что видимость была практически нулевой. Пройти по полуразрушенной лестнице в непроглядной белой пелене – слишком опасный квест для пенсионеров и мам с маленькими детьми. После каждой подобной аварии дом на время остаётся без отопления. Жильцы включают обогреватели, и тут уже не выдерживает проводка. А мечам приходится сидеть в холоде и без электричества. А постоянная влажность разрушает не только подъезды, но оставляет свой след и в квартирах жильцов. У меня у бабушки плесень чёрная по всей комнате разрослась. Даже вот просто пыль протираешь и найдётся плесень. На защиту мы везде течём. Где трубы исправимы, а где не исправимы, по секциям, поэтому есть даже так. В подобных условиях амичи живут последние несколько лет. Поскольку дом аварийный, таковым он был признан ещё в 2016-м, управляющей компании у многоэтажки нет. В экстренных ситуациях на помощь приходит организация, которая осуществляет так называемое аварийное прикрытие. То есть в случае порывов жильцы могут туда обратиться, но стоимость ремонта ложится на плечи собственников. В этот раз компания устраняла аварию за свой счёт, поскольку на то, чтобы собирать по квартирам деньги, попросту не было времени. В субботу там заменили в подвале полностью систему отопления, восстановили. Не то, что отремонтировали, а просто подзаменили на новую. До ночи проводились работы, было заполнено подвальное помещение, всё ещё с пятницы, с вечера всю ночь откачивали воду. Жильцы опасаются, что дом не выдержит очередных испытаний сибирскими морозами предстоящей зимой. На это намекают многочисленные трещины по фасаду здания и разрушающиеся стены. В администрации советского округа о ситуации знают. Дом ещё в 2019-м вошёл в программу по расселению ветхого жилья. Но получить новые квадратные метры и отметить новоселье собственники смогут не раньше, чем через два года. Процесс расселения определён до 2024 года. Кто-то будет обращаться в суд, соответственно, он будет раньше получать компенсацию. Если будет возможность у города, то он расселит и раньше. Некоторые жители уже получили свою компенсацию в 2019 году. Варианта у жильцов этой аварийной многоэтажки всего два. Обращаться в суд и добиваться компенсацию на покупку новой квартиры или ждать расселения в 2024-м. Правда, в каком состоянии будет разрушающаяся пятиэтажка через два года, неизвестно. В то, что она простоит всё это время, собственники верят с трудом. Никита Гайдаш, Дмитрий Алдыгепченко, Сергей Никифоров, 12 канал. Мальчики-зайчики, а девочки-снежинки. Зимний Любинский в этом году готовит для гостей путешествие в советское прошлое. О будущей концепции сегодня рассказали на пресс-конференции представители областного Минкульта. На музейной появятся любимые герои открыток, а живую ёлку украсят бумажные фонарики и гирлянды. Омск ни много ни мало обещают превратить в новогоднюю столицу России. Чем будут привлекать и мечей, и туристов со всей страны, расскажет Оксана Пастернак. Билет в советское детство каждому о мечу. Почему новый 2023-й горожанам предлагают встречать с ностальгией по старым временам? Организаторы празднования уверяют, хотя в уходящем году исполняется 100 лет с момента образования СССР, путешествия в прошлое предлагают не ради идеологической составляющей, а скорее за нежностью и волшебством, добротой и традициями. В праздник с самодельными игрушками, флажками и открытками, с хороводами, где мальчики-зайчики, а девочки-снежинки. Это, скорее всего, возвращение и вспоминание ощущений. Ощущения, которые связаны с эмоциями радости, торжества, стабильности, предвкушения праздника, предвкушения новых событий, нового периода, периода в жизни страны и в жизни каждой семьи. Одна из задач – сделать Омск уютным и тёплым, чтобы хотелось выйти на улицы, несмотря на новогодние и рождественские морозы. Вместе наряжать ели на музейной, гулять на ярмарках. При этом организаторы обещают, у этой новогодней сказки не будет границ в прямом смысле слова. Предлагаемые экспозиции и туристические маршруты выйдут за пределы города. Уже два района области готовы предложить новогодние программы. Если посмотреть, даже несколько лет назад на Красной площади была организована ярмарка, как раз в этой эстетике. Всё очень разноцветное, но в то же время выдержанное, лаконичное и стильное. Мы хотим вот такую сказку повторить в центре. Мы думаем, что это возымеет очень позитивный эффект, и туристы как раз захотят приехать, посмотреть, сделать красивый контент, потому что в соседних регионах такого не будет. Пока организаторы хранят интригу и о том, что ждёт Омичей на Зимнем Любинском, говорят, лишь в общих чертах традиционно в главной локации вырастет волшебный лес и будет построен ледовый городок. А ещё пять фотозон, пряничный домик с кулинарным мастер-классом, ледяной лабиринт и ямарка. Омский и Любинский в этом году — это новые локации и маршруты, причём не только в центре города. Старт будет здесь, на музейной. Организаторы в этом году впервые решили использовать вот эту, естественно растущую 13-метровую ель. Её украсят к празднику. Монтаж конструкции для Зимнего Любинского начнётся уже 28 ноября. Актуальную информацию Ормичи смогут найти на официальных страницах Туристского информационного центра ВКонтакте, на сайте GoToOmsk, в телеграм-канале Проспект Культуры, а ещё в приложении «Путеводитель по Омской области». Полная информация на ресурсах появится после 1 декабря. К сотрудничеству приглашают и бизнес. Главное — соответствовать идее праздника. Торжественное открытие состоится 18 декабря. Организаторы не скрывают, с учётом всех идей и планов, в новом 2023-м Омск вполне сможет претендовать на звание новогодней столицы Сибири. Оксана Пастернакс, Санат Токсанов, 12 канал. Мороз в помощь в Омске варят лёд для самого большого открытого катка города у спорткомплекса «Красная звезда». За три холодных дня уже наморозили несколько слоёв, сейчас обдают кипятком. Повторить такую процедуру придётся 5-6 раз. Толщина льда должна составить около 14 сантиметров. Особое внимание к поворотам. Это единственный каток, который соответствует стандартам Федерации конькобежного спорта и пригоден для проведения соревнований всероссийского масштаба. Зеркальную поверхность смогут оценить и горожане на массовых катаниях. Впервые в этом году выход на лёд будет по карточкам. Приобрести пластиковый пропуск нужно будет в кассе и после предъявлять контролёру. Периметр украсят праздничные иллюминации, а в центре уже установлена 13-метровая ёлка. В декабре здесь появятся и традиционные новогодние развлечения. Одна горка будет 3 метра, вторая горка будет 6 метров. Как и в прошлом году, будет прокат тюбингов. На территории будет прокат снегохода, прокат квадроциклов. И немаловажно в этом году у нас появятся олени и пони. То есть для детей будет карета. Мы открыли в этом году, попробуем в тестовом режиме, кафе, которое будет находиться прямо около входа, где можно будет прямо на коньках выйти и уже в зоне отдыха попить кофе. Залив Кольда рассчитывают завершить до конца этой недели. Торжественное открытие намечено на 17 декабря. Масштабный праздник планируется провести с участием диджея и ростовых кукол. Сюрпризом для гостей станет файер-шоу и салют. В будние дни, кроме понедельника, каток будет открыт с 18 до 22 часов, по выходным и праздникам с 14 до 22. Для ветеранов боевых действий, пенсионеров и инвалидов предусмотрены льготы. Дети до 6 лет и многодетные семьи могут кататься бесплатно. 95 лет со дня рождения маршала советского кино. В Омске почтили память Михаила Ульянова. Началось все с традиционной церемонии возложения цветов к памятнику народному артисту. Он установлен у драм-театра. В мероприятии приняла участие дочь легендарного актера Елена Ульянова, которая специально прилетела из Москвы. Она отметила, что и Омск, и Тара давно стали для нее родными. Теплыми чувствами к сибирской глубинке Ульянова прониклась, когда читала записки отца. Первые датируются в 1945 году. Ну а в историко-крывеческом музее гостям представили экспозицию, посвященную жизни и творчеству артиста. Выставку разделили на несколько тематических зон. Быть, фильмография, сцена. Один из самых ценных экспонатов – костюм из спектакля театра Вахтангова «Ричард III», в котором Михаил Ульянов исполнил главную роль. Но большая часть экспозиции, конечно, посвящена кино. Именно оно сделало артиста всесоюзным любимцем. Кого бы ни играл Ульянов, председателя бандита Генсека, зритель верил с первых секунд. Самая известная роль маршала Жукова. Образ полководца актер примерил около 20 раз. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 22 ноября в Омске, переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 7-8, днем до 10 градусов холода. В районах переменная облачность, небольшой снег. В ночные часы 12 градусов ниже нуля. Днем температура понизится до минус 19. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров в ртутного столба. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова